В книге «Битие» и 26 глава. «Был голод в земле, сверх прежнего голода, который был во дне Авраама, и пошел Исаак к Авималеку, царю филистинскому в Герар». И давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя опять снова за Твой благодать и за работа и служение Святого Духа. Господь, молюсь, чтобы эти решения, эти мысли, эти переживания, все, что было во время конференции, дай нам храбрость, дай нам постоянство, дай нам силу и поддержку и уточнение выполнять. То, что решили, Господь, помогите нам не стоять на месте, но чтобы был рост, чтобы было движение, чтобы было ближе к Тебе именно на выполнение Твоей воли в нас. И, Господь, молимся, чтобы Ты сейчас благословил разбор Твоего Слова, и чтобы все было понятно, доступно, и чтобы Слово работало в нас. И во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Ну, хорошо, у нас, у вас есть вот такое выражение, как отец, так и сын, или что-то подобное. Да, ну, это тоже есть, но, like father, like son, у вас есть вот как отец и как сын. Ну, вы поняли. Здесь именно, именно вот такое переживание, ситуация, которая именно так, как было у Авраама, и было голод, и потом он тоже пошел туда, в Филистинье, и получается, что это царь. Некоторые верят, что это одно и то же царь, но навряд ли, потому что здесь уже промажуток времени хорошее. Это там 60-70 лет промажуток времени здесь, и навряд ли, что это был те же самые царь, может быть. Но я не думаю. Но здесь этот, опять, здесь этот человек Авималех, и, может быть, это же царь, но царь филистинского, и в Герара, и второй стих, Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет. То есть, всегда, когда есть трудности, всегда, когда есть проблемы, когда есть голод, это по Слову Божию, это уже второй голод. Всего лишь 12 голодов в Библии, и это уже второе. И принцип вот такой, что когда есть голод в жизни верующих людей, они всегда хотят покидать Ханаан, потому что они не верят, что Бог может с ними там, и они убегают вот куда-то. Авраам пошел в Египет, у него было тоже искушение в Египте, тоже сыновья Израилева, они тоже туда пошли в Египте, и там получили уже рабство этот Неамин и Руф, они тоже. Неамина уже пошла туда, в Муави, и в Муави, то есть, постоянно вот такое. Голод будет уже, конечно, в будущее время, во время скорби, и то, что касается этот век, в котором мы живем, и начинается сейчас, и будет продолжаться до второго пришествия Иисуса Христа, будет голод от слышания Слова Божия. Говорится, что в последние дни будет тело Иисуса Христа, но тело Иисуса Христа не будет терпеть здравое учение. Прочество, касающееся тела Иисуса Христа, что будет, как всегда, верный остаток, и они будут проповедовать истину, но будет голод от слышания Божьего Слова. И там, где уже настоящий, нормальный уже Дух Божий. Потому что Отец ищет тех, которые поклоняются Его в Духе и в истине. Один проповедник сказал, что ты знаешь, что является, было как в последнее время, самая такая страшный враг для поместных церквей. Он сказал, что вот две есть. Он сказал, что автомобили и телефон. Это потому что, он так говорит, потому что он говорит, что ты знаешь, поместные церкви, это, да, мы понимаем, что это поместная церковь, но они тоже как это местное представление Божьего, духовного, живущего, живого тела. И тело дышит. Есть времена, когда чуть-чуть заболел, надо восстановление. Есть моменты, когда все хорошо. Есть моменты, когда уныние. И этот человеческий фактор поместной церкви тоже здесь есть. И всегда, особенно в Америке, если есть какое-то где-то, слышно, что есть движение, Дух Святой дует где-то, сразу по интернету, сразу по Фейсбук, сразу звонят, сразу вот такое, и что люди делают? Они покидают свои должности, своих поместных церквях, и поедут там, ой, мы слышим, что вот здесь что-то происходит. Надо верность, братья и сестры, если Бог тебе давал служение, оставайтесь в этом служении. И лучше молиться там, где ты сейчас находишься, чтобы Бог послал пробуждение там, и потом у тебя будет ветер Святого Духа, потом у тебя тоже будет крик, вот это все. Ну, верующие, вот они такие. Так что будет голод от слышания Божьего Слова. И так и есть. Сегодня проповедуют и преподают психологию, и упакован в христианский термин. Они пользуются, именно, братья и сестры, они пользуются принципами маркетинга. Представляешь? Они пользуются именно мирские принципы. Египет. Они пошли, Египет это пробуждение чего? Мир. И пастыря, и евангелисты, все они туда идут, ведут вот эти принципы. И я хочу тебе сказать, что вот одно строит церковь и делает ее здоровой. Вот это. Без этого ты никак не можешь возрастать. Церковь не будет возрастать. Без этого и без благословения Святого Духа забудьте. Ваши решения, ваши намерения, ваши чувства, дисциплина ваша. Ой, я теперь вот буду уже вот так. Без этого у тебя никак не получается. Единственный образ, способ вот этого. Так что, было голод, и как всегда, есть искушение туда поехать, когда, ну, туда, куда не надо. Так что надо, я всегда говорю проповедникам, миссионерам, если они меня спрашивают, тебе надо убеждаться в своем призвании. Надо знать ваше спасение, самое первое. Тебе надо знать, что ты спасен. Молитесь, пожалуйста, за ваши решения, даже маленькие, как будто незначительные. И если Господь, например, тебе послал учиться, тогда учитесь. Изо всех сил. Вложите силу. Получи вот то, что можешь от этого времени, от этого периода. Если Господь призвал тебя проповедовать, убеждайте в этом и останьтесь в этом. Аминь? И просто верующие колебаются. Они вот сегодня, они холодные, завтра горячие. Сегодня да, завтра не знаю. И потом следующий день может быть, но опять да. И потом туда, сюда, туда, сюда. Нам нужны постоянства, братья и сестры. И особенно, когда ты не знаешь, если ты не уверен, если неуверенности нет, если нету вот какое-то там именно знамение в облаках, оставайтесь там, где Господь тебе поставил. Иллюстрации мы сегодня посмотрели на эту церковь. Церковь называется Надежда, Хоуп. Хоуп, Баптистская церковь или Надежда, Баптистская церковь Талидо. И этот пастор начал основать эту церковь, и он собрался с двумя семьями в своем доме. И он сказал, что мы собрались, мы знали, что в этом городе нет церковь для библейских верующих. Нет ни одного, которая именно верит в Библию Карла Якова, не верит уже в право на разделение слова истины. И так что здесь нужды есть, мы желаем для наших детей. И так что пара человек собрались с молитвой и сказали, Боже, помоги нас. И потом верно пребывали в этом. В течение времени он бросил свою работу, стал полновременно такой служителем этой церкви. Еще добавлялось, потом еще добавлялось, и потом они купили себе уже такое хорошее здание. Жили, были в этом здании, я забыл, сколько там, сколько лет. Потом они были еще в этом втором здании, купили себе, тоже вырос, потом уже не смогли. И потом уже построили здание, где я знаю, что стоило где-то миллион долларов. И помещается там, вау, я не знаю, тысячи-полтора. Да, минимум. И они каждое воскресенье примерно тысячи. И они спонсируют каждый год. Год у них постоянно, какие-то там конференции, большая группа для молодежи, полное-полное такое служение. Но это не начинается просто в течение первого года, вот раз. И он говорит, что был момент, когда у них было вот это первое здание. Не так, как сейчас есть, но это первое. Ну, рост был, было там, может быть, сто человек, сто пятьдесят. Все старые проповедники, те, которые хорошо знают Господь, они его... Я поговорил с парой, ну, подобных. И один из них мне сказал, что, ты знаешь, я был... Я жил уже в служении довольно немало лет. И он сказал, по моему мнению, Божья рука есть на этот молодой проповедник. Среди тех, которые среднего возраста, он сказал, я думаю, что Бог будет что-то делать с этим человеком. По-настоящему. И он, этот пастор, как пастор, и как проповедник, он лукс. Мало бывает лучше. Он тоже студент доктора Рахмана. И хороший успех. Но он сказал, что было время, когда он уже решился, что, может быть, Бог не хочет, чтобы я был в служении, как будто я стою на то же самое место, как будто никакое движение, уже было умение, уже были мысли. И он потом сказал, что, ты знаешь, наверное, мне уже придется уезжать. И он уже был на грант просто бросить это место. И поехать куда-то. И сказал, что кто-то звонил его, нагорный такой проповедник, по-моему, из Тенессии. И этот нагорный, старый такой человек Божий, он звонил, сказал, что я слышал, что ты уже скоро будешь просто оставлять это служение. Он сказал, да. Он сказал, вот, не прийми никакое решение, я там буду через пару часиков. Так что этот проповедник, старый, сидел на машину и 6 часов на одну направлению поехал к нему. Взял с собой кофе, две чашки кофе, пошел, сидел прямо в кабинете, дал этот пастор кофе, глотал и сказал, что, ну, ты хочешь сейчас ставить это служение. Он сказал, да. И он сказал, ты знаешь, куда ты? Он сказал, нет, я не знаю, куда я. Он сказал, ты уверен? Он сказал, нет, я не уверен. Сказал, что он еще глоток кофе. Он сказал, Бог тебе призвал основать эту церковь? Да. Ты уверен? Да. Старый проповедник глотал, поставил, встал, если бы я был на вашем месте, я бы остался с тем, что я знаю от Господа Бога. И ушел, и сидел на машине, и поехал обратно домой. Ну, старые проповедники, они умеют. Моим отчим, отчим, он не был спасенным. Он сигареты, два пачка, каждый день, ментолы, вот этот кул, я не знаю, фу, он, и половина сигареты просто исчезла. Он был этот, ну, главным там в этом все, и у него был инфаркт. И наш пастор, дедушка там уже почти, почти, получается, что ему было 70 с чем-то лет. он посещал его в больницу. И отчим там лежит, его было только что операции, везде трубочки там, вен и уколы везде, он там, и машина там, и все остальное. И проповедник смотрит на него. Почему ты здесь? Ну, ты знаешь, у меня было, я не следовал за тебя, вот такой, и он, почему ты здесь? Ну, ты знаешь, я вообще, я не следовал за свое здоровье, все остальное. Он, по-моему, три раза его спросил. Нет, серьезно, почему ты здесь? И потом он начал опять, ну, ты знаешь, и он просто, когда ты готов, говори, нормально, я здесь. И он ушел. Все. Это будет заставлять тебя подумать. Аминь. И потом, в течение времени, он спасся. Серьезно? Слава Богу. Ну, вот, о чем мы говорим? Здесь просто останьтесь там, где Господь тебе поставил. И в этой ситуации Господь откроет свою волю. Он будет показать тебе, как он может заботиться о вас даже в этой ситуации. Мы только что слышали свидетельство брата Долбина. Он уже в служении здесь, я не знаю, двадцать с чем-то лет в служении. Ему не всегда не было хорошо, но ты знаешь, что он сказал братьям там, что эта жизнь хорошая жизнь. Аминь. Вот. Это хорошая жизнь. Жить по вере. Посмотри, как Господь работает. Не всегда легко, но подобное ты не увидишь в руках Божьей иначе. Так что, Исаак, он был голод в земле, сверхпрежнего голода, который был во дне Авраама, и пошел Исаак к Абималеку, царю филистинскую, в Герар. Господь явился ему и сказал, не ходи в Египет. Так что, это наше тоже. Нам не надо ходить туда, в Египте. живы в земле, о которой я скажу. И обращайте внимание, указ, он просто говорит, что ты будешь жить там, где я скажу. Жить, он использовал слово. Странствуй. Что это значит странствовать? Всегда на ходу. Чтобы корни твои не было глубоко в одном точке. Бог ему сказал, странствуй по всей земле. То есть, огромный здесь участок, и надо чуть-чуть путешествовать туда-сюда. И я буду с тобою и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Хорошо, вот откройте быстренько вот 21 глава. Битие 21 глава. Как отец, так и сын. Первый стих. И призрел Господь Насару, как сказал и сделал Господь Сары, как говорил Сара «Зачало и родило Аврааму сына в старости его во время в котором говорил ему Бог». И потом 22 стих «И было в то время Авималек как фихолом военачальником своим сказал Аврааму с тобой Бог во всем что ты не делаешь». Опять этот Авималек это ну хорошо царь этот и место практически те же. Хорошо он сказал в третьем стихе «Странствуй по всей земле и я буду с тобою». То есть он сказал он был на гран Египет земля филистинских вот было примерно здесь и он сюда он был на стороне туда и Бог сказал тебе не надо туда в Египет будь здесь надо путешествовать в странство и все я буду с тобою так что все будет хорошо. И он ему обещал получить и исполнять это обещание которое он давал Аврааму. Смотрите пожалуйста что касается земля которую Бог обещал Аврааму Исаак получил благословение Исаак получил благословение и после вот Исаака потом Иаков смотрите пожалуйста 26 глава 4 стих умножу потомство твое как звезды небесные это то что он обещал Авраам и дам потомство твоему все земли сии благословляться всеми твоем все народы земли это это тот благословение и обещание которое Бог обещал Аврааму это уже перешел уже в Исаак и потом потом в Яков смотрите пожалуйста 28 глава 28 глава и 13 стих и вот Господь стоит у ней и говорит я Господ Бог Авраама отец твоего и Бог Исаака землю на которой ты лежишь я дам тебе и потомство твоему и будет потомство твоё как песок земное и распространя распространя распространишься распро... это что? распространишься к морю и к востоку и к северу и полудню и благословляться в тебе и в семье твоем все племена земные и так далее Так что мы видим, что это благословение перешло не Едому, то есть Исаву, он не получил, он продал за чечевицу, фасоль. И потом, смотрите, пожалуйста, Иисуса Навина, откройте, не надо здесь долго, но начиная с 15 главы, в книге Иисуса Навина, мы видим, как через Иисуса Навина они победили землю. Все это место они полностью подчинили, и потом мы видим, как они разделили, и это начинается 15 глава, потом 16 глава, 17 глава, уже 17 Манаса, Потом они строили 18 глава, уже Схинья, там, и Бог начал им сказать, как надо быть уже с левитами. Потом он сказал, что вот им нужно делать вот эти убежища, города-убежища, уже 19 глава, 20 глава, вот эти города-убежища, 21 глава, опять эти левиты. И потом 21 глава в конце, обращайте внимание, 43 стих. Таким образом отдал Господь Израилю всю землю, которую дат клятся отцам их, то есть Авраам, Исаак, Яков. Он клялся, обещал. И они получили ее в наследие, и поселились на ней. И дал им Господь покой во всех сторон, как клялся отцам их. Точно. И никто, и всех врагов их не устоял против них, всех врагов их предал Господь в руки их. Так что это в духовном смысле, братья, мир, плод и дьявол скоро или позже уже кончатся. Наши бытвы. Аминь. Не осталось неисполнившееся ни одно слово и всех добрых слов. Разве это не благословение? Он сказал нам, что даже вы не смогли представить. У вас даже нет способности воображения подумать, что Бог готовил для тебя. Те, которые спаслись. Даже вы не способны даже воображение мечтать об этом. Насколько это будет вообще здорово. Так как не осталось ни одного слова у них, так и будет у нас. Которое Господь говорил дому Израилеву, все сбилось. И будет время, братья, сестры, когда мы будем на это все взирать. Наш Господь и этот Новый Иерусалим, и этот город, мы наконец будем это все понять. И эти цвета, и эти херувимы, и эти серафимы, и эти ангелы. И вот это все мы будем смотреть, как он будет унижен, этот сатана, и зверь, и ложный пророк. И он даст нам уже прекращать эту боль, и убирает все слезы, и здоровье. То есть у нас будет новое тело, и уже не будет никакого искушения. Ты можешь думать, как хочешь, и поступать, как хочешь, и не будет никакого искушения грешить. И ты будешь просто, даже и половину, я читал все эти стихи, и даже все, что Бог обещал, сбилось. Каждая запятая, каждая точка, каждое слово, все было именно так, как он сказал, и даже и лучше. Как это Версавия сказала, что я слышал о ваше величие своем, и не стало уже в ней в дух. Мы просто... Аминь. И мы будем думать, я не могу даже поверить, что это все так. Я не могу поверить, что вот это такое. И потом, я не могу поверить, что я здесь. Аминь. Мы будем думать, может быть, я не поверю, что ты здесь. Но рад, что ты здесь. Аминь. Но вот именно все будет так, как Господь сказал. Амин. Хорошо, вот Битие уже опять, 26 глава. И 4 стих. «Умножу потомство Твое, как звезды небесные, дам потомство Твоему все земли сии, благословляться в семье Твое, все народы земные». И 5 стих интересный. «За то, что Авраам послушал согласия моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Здесь чуть-чуть намек есть, такой вкус, как будто Божье обещание к Аврааму было с условиями. Обращайте внимание, что здесь это было сколько? Практически 400 с чем-то лет до того, как начался период закона. Так что мы видим, что здесь было уже состояние, период такой подблагодати. И не всегда Авраам был послушный. Амин. Он отманулся, он солгал, он сделал много чего, которое не надо было, он Агар взял себе, он из Маил появился от этого, потом он тоже пошел туда в Египте, и он тоже обманывал этот царь, солгал о ней. И, то есть, не всегда было именно точно так, как надо. Но, в общем, он поверил в Господь, он был послушный насчет, когда Бог его призвал, и он покидал свою землю, свой дом. И он был послушный, когда он сказал, вот, Исаак, дайте мне как жертву. И имеется в виду вот такое. Так что, как раз у нас здесь не время закона, здесь состояние благодать. Чуть-чуть это для нас сегодня. У нас мы не спасаемся посредством закона. Мы работаем и служим, и выполняем закон не чтобы спасаться, или даже и не чтобы держаться в нашем спасении. А мы это делаем из-за любви, из-за уважения, из-за страха Божия, чтобы мы не желаем, не хотим его как раздражать, или его, ну, чтобы разочаровывать его. Так что, мы выполняем закон, так как Авраам выполнял закон. Но, это обещание, которое Бог давал ему насчет земли, это было безусловно. Вспомни, что он ему обещал, и он сам проходил мимо этих животных. Это было безусловное такое обещание. В конце концов, невзирая на все, что евреи сделали в настоящее время, в прошедшее время и в будущее время, они получат землю. Урок для нас. Если ты во кресте, ты достигнешь. Правильно. Аминь. И все. Может быть, у тебя будет путь такой, вверх-вниз. Может быть, так, может быть, с трудом, может быть, у тебя будет много чего, неприятности. Но ты достигнешь, братья, если ты во кресте. Хорошо. И шестой стих. Исаак. Исаак поселился в Ерар. Это ошибка. Бог сказал, что странствуй. Странствуй. То есть, корни не должны быть. А что он сделал? Он поселился в Ераре. И мы об этом говорим в следующий раз. Так и получается со всеми, которые слишком удобно себе строят жизни, даже в Египте или близко. В Египте. Хорошо. Но это уже времени нет. Это уже все. А это уже. Хорошо.